всем привет итак давайте сейчас в этом ролике попробуем вот этой вот штуки сделать значит анимацию добавим рик чтобы все это дело крутилась вертелась под этим персонажем да так давайте вот вот н панель screen caskey так теперь вот это все нужно выбрать колеса все детали так вот так это все делаем и сделаем control и английская h как тройка на нам падить тут такой вопрос можно значит сделать вот этой коляске отдельный рик а можно именно у этого персонажа с него взять кости и сделать значит рик общий ну давайте сделаем отдельный так значит единица нам падения shift а арматура сингл бон тройка на нам паде сделаем значит видимость этого в ю порте инфрукт в опор дисплей заходим в эдит мод как g это будет у нас руд кость мы сейчас подставим под наш вот эту коляску теперь из этой кости вытаскиваем значит е кость альпи clear parent значит это будет у нас ну давайте с одного края начнем да это будет у нас косточка которая будет отвечать за поворот колеса и от этой всей детали так да вот тут вопрос я вот такие детали значит первый раз наверно буду привязывать отдельную эту штукенцию получается значит е мы с нее еще одну косточку вытянем вот эту штуку отсоединим альпи так она отсоединена и привяжем к этой кости через shift control пики посет так теперь с этой косточки так английская е вытягиваем еще одну кость и значит это уже привязано да мы выше поднимем чтобы они ровно были альпи clear parent отсоединяем уводим вперед так семерка на нампаде делаем shift d и уводим на середину это будет косточка управляшка значит всей этой конструкции так эту кость привязываем к управляшке control p keep offset так теперь управляшку привязываем к руд кости control p keep offset так теперь нам понадобится какая штукенция да больше нам ничего не понадобится нам нужно только повороты вот этой штуки и привязка к руд костей в принципе все выбираем вот эту сторону костей давайте арматура name так names auto name left rig так теперь значит делаем shift d а не пардонте control z и просто делаем право кнопкой мыши симметрию все вот так вот будет все это дело проверяем чтобы дублированных костей не было потому что я сделал дубликат всем так вот эту кость и вот эту кость тоже привяжем к этой кости control p и pop set так есть такое дело в принципе все заходим теперь в object mode вот эту штуку привязываем к руд кости это будет в post mode делаем control p или object или bone пусть будет bone теперь заходим в object mode выбираем только кости а пардонте еще выберем вот эти вот все детали значит выбираем колесо вяжем колесо control p bone потом object mode выбираем вот эту деталь вяжем теперь к этой кости к верхней вот к этой control p bone то же самое делаем значит с этой стороны выбираем кости пост мод control p bone следом так опять же object mode выбираем колесо и вяжем к этой кости пост мод control p bone так выбираем только кости теперь в object mode заходим заходим в пост мод выбираем эту кость и shift вот эту вот которая привязана к колесо делаем control shift c track 2 заходим в настройки кости и меняем ей оси yz так вот теперь видите что у нас перекрутилась вот эта штука вот ее сейчас будем тоже поправлять так теперь заходим в object mode заходим выбираем значит колесо кости пост мод вяжем control p bone или я уже привязывал не помню ладно теперь повторение мать учения выбираем вот эту кость и эту control shift c track 2 yz так есть такое дело больше в принципе ничего не надо так object mode и какая штука что выберем сейчас просто значит кости и пост мод тройка на нампаде значит выберем вот эти две кости и сделаем r и подставим их к нашей вот этой штукенции да угу тут она отлетела в бок да ну не беда выберем все кости и подвинем бывает такая штука так эту тоже можно докрутить подправить так ну в принципе что проверяем теперь как у нас будет слежение работать вот видите что все детали у нас крутятся все зашибись стройка на нампаде теперь нужно настроить значит кручение колес так заходим так а мы проверим рут кость видите эти колеса у нас движутся а эти колеса у нас не привязаны мы их теперь делаем каким образом выбираем это колесо к этому control p это будет у нас обжиг и вот это колесо выбираем к тачке control p обжиг так ну еще у нас проблема какая у нас колеса не стоят на осях это значит set origin в 3d геометрии и это колесо тоже set origin в 3d геометрии и эти колеса которые привязаны к пивоту мы тоже ориентируем на привязку к центру так теперь вопрос какое колесо одно заставить двигаться чтобы остальные повторяли значит кручение да ну давайте выберем вот это вот колесо одно панель и тем значит проверяем локация по игреку а вращение будет по какой оси а ну который так а ну ка control z control z так а ну ка эти вот привязаны все нормально а это потому что так и видите что мы могли бы заставить крутиться значит кость ну ну как это все делаем попробуем а ну ка тройка на нампаде попробуем так control z по идее она должна по игреку крутиться но она привязана то есть ладно давайте заставим большое колесо крутиться а потом с трейнами заставим это повторять большое колесо раз с этим колесом все нормально добавим добавим add драйвер добавим значит движение в тачке если не получится в тачке значит будем так а может сразу добавить этот ну точно давайте сразу чтоб уже по прошлому ролику была такая штука добавим просто значит empty по itd делаем ему s отводим его значит к нашей тачке и привяжем его потом костям вот крут кости делаем post mode и привязываем ctrl p пусть будет бомб так теперь object mode выбираем наше колесо у добавляем и драйвер драйвер мы поставим на наш вот этот empty теперь edit драйвер стоит empty локация у нас будет по игреку так так теперь если мы выберем значит наш этот empty где он тут находится вот он да то проверяем вводим empty колесо крутится вы видите да ctrl z все нормально значит так если мы выберем вот эту всю штуку вот видите что мы повели и колесо начало крутиться это есть хорошо но теперь нам нужно какую штуку так можем сделать и это колесо тоже тогда на драйвер давайте попробуем это значит add драйвер опять же на empty edit драйвер только теперь впереди вар ставим минус enter и локацию опять же по игреку теперь получается если мы выбираем значит наш рик начинаем двигать то колесо у нас почему-то начинает конючить значит edit мод и значит впереди удалим этот минус и посмотрим теперь если мы выбираем наши то все о почему-то не надо это все дело зеркалить прикольно теперь это колесо выбираем и ставим constraint copy rotation и ставим значит вот на это колесо так а это колесо ставим copy rotation и вот на это колесо в принципе все нормально должно быть а ну-ка так а ну-ка нужно зайти наверно ну-ка сейчас мы зайдем в текстуру paint выберем выберем значит наше колесо чтобы понять добавим ей base color развертку и выберем какой-нибудь цвет и просто как а ну-ка что у нас происходит мисик и с понятно так значит control z control z заходим uv editor английское ан делаем развертку smart uv так теперь выбираем вот это колесо заходим в uv smart uv project создаем развертки теперь заходим значит layout выбираем наше колесо и теперь можно заходить в текстуру paint добавляем base color ok с английское можно выбрать другой цвет какой-то рядом так и теперь значит все это дело save image пока потом можно удалить да тройка на нампаде и попробуем если сейчас мы это дело все будем вести вы видите что и передние колеса у нас тоже крутятся вот такая штукенка колеса значит крутятся а что у нас тут по copy rotation ндд локал спейс можно поставить а ну-ка ну да все нормально колеса крутятся все зашибись так при поворотах смотрим теперь осмот выбираем нашу вот эту штукенцию выбираем наш риг ведем и вы видите что все у нас крутится все работает даже при повороте колеса значит все будет хорошо а g alt r так ну вот object mode n панель alt h веркаем нашего персонажа и значит давайте его посадим в нашу вот это вот как инвалидное кресло выбираем значит вот эти кости а пардонте control z control z я же не заменил значит вид костей так n панель rig 2 теперь это будет у нас s подальше поставим побольше или будет мешать вот интересно ну да побольше так этим теперь значит ставим глаза как пойдет добавляем группу плюс это будет у нас значит желтые штуки а вот эта штука будет плюс значит у нас какая-нибудь ну пусть вот это так теперь вот эти кости нам в принципе не понадобится вот эти мы их можем значит настроить на ну пусть будет финжеры да вот и на финжеры поставим пусть будет синий в принципе чтобы глаза не бросались они нам они нам так сильно и не нужны будут ну а на эту штуку поставим root кость так где она вот она root кость и это сделаем побольше значит размер чтобы ее было видно и тогда на нее уже поставим красный цвет вот так вот так так ну вот все это дело есть теперь alt h возвращаем нашего персонажа теперь сохраняем save это значит файл выбираем вот этот эти кости и вот эти кости ну вот так теперь придется делать потому что если бы мы взяли кости с этого персонажа то только его кости выбираем и все можно работать а раз у нас этот отдельный этот тоже значит выбираем через shift заходим в post вот все мы теперь можем и коляской здесь руководить вот вы видите и нашим персонажем так нашего персонажа тройка на нампаде надо посадить я где-то видел по-моему в этом делают какого вот эта штука она есть в анрил да так ctrl z выбрал root кость персонажа не надо так делать так вот таким вот образом делом раз ноги и мы их вот сюда вот так вот поставим и даже можно r немножко как бы расслабить так теперь мы их должны развести так не сидят хотя сидят конечно ну когда вообще человеку плохо он вообще на один бок свисает да так теперь у нас получается вот они колени колени тоже разведем ну человек должен сидеть конкретно туда тройка на нампаде и те смотрите можем перекрутить тазовую кость вот он g еще дальше подсадить его так теперь нам нужно вот эти все кости перекручивать чтобы у него спина стала под форму нашего этого нашего кресла да так тогда можно тазовую кость еще значит вот теперь верю так теперь что у нас g так это значит g r так тут можно еще пальцы сейчас подсогнуть так выбираем вот неудобно вот эти синий цвет на этом персонаже ну смысле оттенок совпадает так теперь значит перекрутка так теперь тоже r перекрутка так вот эти пальцы еще больше должны быть согнуты чтобы они цепляли нашу вот эту дугу r и должны быть как бы чуть-чуть растопырены да так тогда что растопырены были вот эти пальцы чуть-чуть растопырим тогда вот r опускаем g подгоняем к нашей этой штуке энсень так этот палец значит тоже должен быть согнутый так ну и тут вот как-то так надо так ну здесь такая же штука вот прикиньте теперь какую можно анимашку сделать что он будет стрелять с инвалидной коляски да это будет бомба так r так это опускаем так g и делаем то же самое только начнем теперь наверное с этих серединки подбираем поближе на и а га а га 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 1 кольца не наблюдаю 3 2 1 2 3 5 6 6 6 6 7 7 подсогнем все то 1 а ну ка а 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 вот он а как и так он далеко так отлетел да вот эти вот круги желательно я это руки оставляю костями тогда очень удобно значит управлять а вот эти вот они они вроде бы меньше все вот путаются они вот это вот неинтересно да так ну все нормально теперь что делаем выбираем рубку из пистолета тройка на нампаде и куда-нибудь его где он будет его доставать да а ну-ка джи вот пусть типа тут лежит да вот так все вот он его отсюда потом может взять и полить с двух рук так ну пока проверим значит анимацию а и прописка прошла да так еще для тех кто не знает куда делась это окошко да вот которая прописывает анимации вот видите у меня тут установлена локация ротация я его отключаю и тогда у меня и видите английская открывается вот это окошко ну постоянно его вот так вот и открывать и водить если я прописываю только локацию ротацию но это раньше я так делал вроде удобно было сейчас вот так вот ставлю попривык уже к этой штуке так ну английская а и еще раз пропишем и теперь тройка на нампаде на каком на десятом кадре да приматаем давайте таймлайн десятый кадр и куда он должен у нас ехать вперед да получается я должен перевести рут кость персонажа и рут кость значит нашей инвалидной коляски так все это дело я перевожу вот сюда но теперь получается что я должен и руки вот эти значит перевести сюда но далеко они не уходят где-то вот здесь он их раз крутанул да прописываем а и и смотрим что получается видите что руки у нас работают толкают коляску нашу потом значит на двадцатом кадре так на двадцатом кадре он на пятнадцатом убирает руки назад так р перекручивает так что у него там ага видите что руки попадают вот просак значит здесь нужно будет еще ключицу сейчас прописать прописываем а и на двадцатом так тройка на нампаде опять выбираем прут кости тройка на нампаде и опа пистолет еще нужно будет переписать это сюда и значит наши руки опять же g r перетягиваем переписываем и получается вот он наш персонаж так смотрим чтобы у него было одинаковое так это панель закроем ну чтоб плюс-минус был одинаковый да пролет это получается значит руки у него здесь вот он их держит и он раз 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 а ага надо корректировать их да ага надо корректировать их да так на 25-й ставим на 25-м опять же то же самое так руки здесь уже не анимация не на месте делается да то уже здесь получается нужно будет это все делать допрописывать а вот g так r перекрутим g подгоним на эти детали потом нужно будет смотреть он может одной рукой крутить потом второй это тоже есть такой вариант r перекручиваем опять же g подставляем в идеале рука по моему еще больше сгибается но так как она большая я просто не смогу так подсогнуть это все пальцы должны уйти туда будет вот это только одна культяпка ну пока так проверяем да так это а и окрут и на 30-м кадре опять он делает движение движение значит сторону своего счастья делаем то же самое а ну-ка g r вот потом когда будет шлифоваться если вот нужна эта анимация такая да то потом после шлифовки нужно будет еще конкретно вот эти руки это на середине прописывать чтобы они не спадали с нашего вот этого круга да так это значит g вот вот в принципе здесь вот рука может ложиться сейчас даже вот так но только пальцы должны быть перекручены еще больше тогда получается но в идеале где-то вот здесь он должен заканчивать кручение здесь уже инерция он как бы пальцы должен отпускать но пусть пока будет вот в таком духе да прописка так что еще можно сделать чтобы у него не терялось вот это вот движение дает коляске допустим вот видите он раз остановился по идее он руки может отводить вот он руки может отводить а коляску можно записать как будто она все еще ей чуть-чуть допустим да только ее прописать вот там получается вот он едет так здесь то тоже нужно его дальше продвигать вот у него потихоньку не теряется то скорость так здесь вот он должен еще ехать когда здесь он анимацию мы ему тоже перетягиваем и тогда когда он у нас вот постоянно едет нет у него остановок так есть такое дело теперь по пистолету у нас есть руткость пистолета все анимации мы можем удалить оставить только первую и что сделать это значит раз он мало двигается ну можно если нам пистолет на данный момент не понадобится опять же прописать его вот на этот аддон выбрать значит руткость и выбрать какую-нибудь кость которой нужно будет привязаться которая не будет двигаться вот можно к коляске привязать вот скорее всего выбираем пистоль выбираем руткость коляски и делаем крит связь тогда получается что у нас не хочет он тогда выбираем тогда выбираем пистоль и персонажа тазовую кость а ну-ка крит вот теперь она тоже не хочет держать его почему потому что нужно было прописывать в момент анимации вот какая тут еще фигня клеер это что тут клеер бейк энд клеер так и получается тогда мне нужно руткость пистолета прописать анимацию и допустим тридцать пятый кадр на тридцать пятом кадре а ну-ка опа пистолет привязан да получается нужно пистолет отвязать и выбрать сначала тазовую кость какую-нибудь вот позвоночную а потом только наш пистолет и потом только крит связать а ну-ка так вот эту штуку тоже decision отвяжем а этот пистолет тогда пропишем тут а ну-ка а ну-ка не есть good значит отвяжем о прописался control z этот теперь он за собой тянет вот эту всю штукенцию да так это делит возвращаемся на первый кадр смотрим что происходит пистолет значит угу вот эту кость которую мы выделяли надо ее тоже делить отвязать и вот эту кость тоже отвязать и вот эту кость тоже отвязать вот они по два кадра это вот здесь уже прошла прописка да чуть неправильно я сделал нужно в процессе анимации сразу вязаться так а ну-ка выбираем нашу кость она остается так control z да вот эти кадры ну-ка прописываем да тогда уже что-то идет не так а ну-ка если отвязать все на место так ну привязывалась только вот эта кость да вот это что такое делит у пистолета все анимации удалим выберем просто ее пропишем значит да так почему такая штука как на этом кадре а пардонте вот 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 прописаны вот эти все кадры да их надо на коляску удалить вот они прописаны все тут да 5 10 вставляем 15 20 так теперь попытка номер раз так а ну-ка и пропишем так и значит на этом кадре если выберем тазовую кость выберем наш вот этот пистоль и когда сделаем связь это пистоль ходит а ну-ка control z control z вот это кто тут такой что-то я тут замудрился да с пистолетом то и прописка 25 прописка тогда его нигде пропишем о какой косяк теперь будет да и нужно на всех кадрах корректировать не есть good надо было его сразу прописывать а ну-ка где он еще конючит так на десятом кадре да так на пятом кадре и 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 в принципе нормально а ну-ка смоем ставим теперь на сороковом кадре сделаем разворот выбираем наши вот эти все кости и тогда придется выбирать и пистоль семерка на нампаде делаем R так делаем прописку и и получается здесь когда он начинает крутиться 35 у него уже начинается кручение значит на 35 кадре так эта рука должна опа а как же так вот с пистолетом выбрал и все кирдык а ну-ка control z control z что-то я где-то неправильно прописал а ну-ка 35 да так какой же кости привязать ну по идее по идее коляске было бы самое нормальное почему он не хочет коляске вязаться это значит крит а ну-ка вот попробуем теперь если мы коляску выберем выберем рудкость нашего вот этого персонажа R перекрутим вот как оно все он теперь привязан писки привязан все зашибись так так поворачивает так так когда и здесь тоже значит делает до ворот прописка прописка так здесь теперь мы должны пистолет отвязать так тут он привязан тут отвязан теперь по рукам смотрите 35 кадр получается здесь рука будет теперь вот здесь а эта рука будет правильно так это там а эта рука будет здесь а и прописка как на 35 теперь вот эта рука крутит сюда так а эта рука крутит сюда так на 40 так здесь вот будет пауза где-то вот здесь он докручивает ее нормально ну и they're good ну и хорошо только теперь все плохо так это что вот эти вот ключицы видите что рука попадает значит в коляску в коляску тогда вот эти значит локти наверное нужно тоже контролировать вот так как-то так так на каком тут кадре вот он 25 надо поправлять кадр водка водка и здесь водка вот и все на остальных кадрах где руки уходят назад тоже тоже самая песня так это 15 кадр так и на пятом кадре тоже да на первом кадре что у него тут тоже да сидит бедняга локти врезались в машину так есть так теперь можно поработать над чем над нашими еще ключицами добавляем ключицы следом две ключицы так можно шифг скопировать потому что он на одном кадре без движения находится потом значит он тут крутит потом у него опять подъем опять здесь значит прописываем у него движуху ему вот этого аппарата перешивку выбираем можно только ключицы прописать он опять крутит 25 и опять у него значит подъем прописка что у него на 30 крутит вот здесь у него идет поворот так здесь у него значит джинь рука сюда идет а это тогда тоже чуть-чуть выкручивается и здесь можно уже поиграть значит ключицами вот этими эту ключицу значит R вперед так и эту вот она ключица R тоже вперед ну как-то короче вот так вот можно будет исправлять так здесь руку можно значит G увести назад а эту руку уже подвести вперед так нормально ну-ка стройка на нам паде и значит на 45 кадре G R рука перекручивается выравнивается ну-ка G персонаж должен наклониться вперед голова должна перекрутиться как казовую кость будем двигать уходит вбок и туда вот эта штука рука берется за пистоль так зим значит так он берется тогда получается делаем связку с пистолетом и делаем привязку да ну-ка что за фигня прописать значит надо да а и прописку даем и теперь выбираем руку а потом пистолет руд кости делаем крит связь и тогда на 50 кадре нам достаточно только выбрать вот эту кость руки и мы опа связи нету почему почему что я туплю где не так что-то сделал так ну выбираем кость руки выбираем значит нашу руд кость делаем связь ага control z пардон здесь сначала вот эту кость мы отвязываем потом на 48 когда мы должны привязать к пистолету вот здесь она еще отвязана а здесь она уже должна по идее привязаться так все пока не учится а вроде связалась наверно ну-ка что не так на 50 кадре а ну-ка попробуем по старинке а ну-ка так так тем нужно найти вот эту косточку от этого пальца как какого пальца вот этого выравниваем палец значит да и он должен уже так это семерка на нампаде зайти значит в наш вот этот курок вот видите как тут неудобным раз не тот палец уже не ту фалангу зацепил так пропишем а и значит пробуем когда здесь на этом кадре связать так у здесь он захотел привязаться до а здесь не хочет так тогда мы вот эти кадры ну-ка здесь удалим более-менее тогда только нужно теперь руку дописать здесь так ctrl z а ну-ка и и и и и но можно и по старинке значит дописывать да ну раз вот тут смотрите видите он сидит каменно значит когда он поднимает пистолет здесь у него и и уходит тело поднимается значит у него вот этот ключица так это ключица тоже занимается какой-то каким-то делом и значит можно его и еще немножко значит выпрямлять а и прописка так здесь он возвращается назад тут тоже нужно немножко подкорректировать а ну-ка привязана здесь у меня пушка не хочет вязаться пистолет гаденов ctrl z а ну-ка крит а ну-ка не хочет так вот этот кадр дэвид так а если он тут привязан то здесь мы его отвязываем и столь да здесь у него он его берет а ну-ка если здесь его привязать это значит крит появляется empty ладно по старинке ну готовый может сначала все прописывать а потом прописывать пистолет как я делал значит с готовой анимацией ну будем еще с этим аддоном значит работать где-то он привязывает где-то я может делаю что-то не так с ним так и когда получается что по старинке выбираем теперь русскости выбираем пистоль выравниваем нашего персонажа и и здесь должен быть выстрел да здесь происходит значит выстрел так а у него вот это еще что мне не нравится ключица так семерка на нампаде и вперед подается вместе с пистолетом да а и и и тогда значит немножко тела и и и и тогда здесь он уже стреляет выбираем наш вот эту значит стрелочку уводим наши вот этот пистоль типа он открылся это 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 много наверное прописка пистолета идет тройка так это на единице в нампаде значит идет у нас поворот сзади кверху и и значит на шестидесятом у нас уходит плечо вместе с пистолетом значит пистолет теперь выравнивается эта штука у нас возвращается назад а здесь у нас происходит отдача значит выбираем нашу ключицу вот она и мягко на нампаде и делаем R так уводим значит пистолет назад и значит здесь у нас теперь вступает в роль ключица так семерка на нампаде вот так может еще сделать отдача а и так теперь значит выбираем все это дело перекручиваем и положим его вот сюда между ног подправим теперь наше тело и прописка и прописка в принципе что нормально там дальше можно все делать еще шестьдец и дальше и дальше и дальше это 0 на нампаде shift f сейчас мы это все дело подгадаем под нашу анимашку под вот так да ставим 68 кадров прокручиваем так и есть good смотрите чтобы ну чтоб ног не было да так это значит камеру выбираем лобжет мод теперь ее можно настроить shift f вот как наверно вот сюда что ли поставить а ну-ка и прописка так ну здесь 25 кадра она начинает shift f под него подкручиваться допустим да тоже двигаться переезжать так теперь shift f значит перекрутим чтобы он смотрел на персонажа все камера прописана ну-ка раз вот движение вместе происходит и камера инвалида уже двойной такой эффект создается прикольно так вот так что еще значит поэтому принципу можно знать здесь еще если добавление какие-то шлифовка там движение ног добавить у персонажа давайте посмотрим так это значит посмотрим посмотрим допустим допустим как камеру можно пока отключить свет тоже выключить и сможем по всей анимации видите что я ноги не прописывал вот теперь в анимации можно дело все это ну поправлять но если он инвалид ноги полюбаться ну чуть-чуть шевелиться должны от движения да это можно сделать ну допустим вот раз там коленями как-то вот вот и вот создается уже раз хоть какое-то движение коленями вот где он перекручивается можно тут еще немножко тазом помочь допустим вот вот раз но тогда нужно и вот этот кадр ликвидировать допустим ну смотреть на вот двойной кадр это стопуде вот это вот dynamic parent здесь вот тоже наверное он ну прикольно у этого персонажа есть перспективный персонаж так все всем пока до свидания вот такая такой эксперимент был